Лидер гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила о возможном провозглашении независимости Гагаузии на фоне заявления руководства Румынии об объединении с Молдовой. Оппозиция проводит митинги, настаивая на отставке Кабмина и президента Майя Санду. Власть отвечает арестами и уголовными делами. Станет ли Молдова новой горячей точкой? Станет ли Молдова новой горячей точкой? Операционная палата Кишинева продлила представителей оппозиционной в Молдовии партии ШАНС Андрею Галатскому арест еще на 20 суток. Галатский был задержан в марте по делу о незаконном финансировании оппозиционной официально запрещенной партии ШОР. В Молдовии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке Кабмина и президента Майя Санду, который является неформальным лидером правящей партии действий «Солидарность». На этом фоне на днях прозвучало заявление лидера гагаузской автономии в составе Молдовы Евгении Гуцул о возможности объявления независимости Гагаузии. Недавно она побывала в Москве и встречалась с президентом Владимиром Путиным. Что дальше? Комментарии Георгия Бофта. Последние пару лет ситуация в Молдове развивается таким образом, что она вполне может стать новой горячей точкой непосредственно рядом с Украиной. Власти страны во главе с президентом Майя Санду все решительнее берут курс на евроинтеграцию и дальнейший окончательный разрыв как с Россией, так и с СНГ в целом. Идет процесс денонсации соглашений заключенных Молдовой в рамках СНГ. При этом общественное настроение в республике нельзя назвать такими уж решительно проевропейскими. Налицо скорее раскол мнений. Так, согласно недавнему опросу, 55% граждан Молдовы высказались против вступления в НАТО за присоединение к Альянсу лишь 28%. В то же время за присоединение к Евросоюзу сейчас проголосовали бы тоже примерно 55%, а против всего 30%. Но при этом 41% поддержали бы идею присоединения и к Евразийскому союзу, что тоже немало. Власти Молдовы недостаток общественной поддержки своего курса на решительную евроинтеграцию пытаются списать на происки пророссийских сил, проводя вот уже два года против нежесткий прессинг. На фоне почти постоянных массовых антиправительственных протестов с требованием отставки президента Санду была запрещена оппозиционная партия ШОР. В отношении оппозиционеров проводятся постоянные репрессии. Теперь грозят обострить соотношения между Кишиневым и Гагаузией, где проживают примерно 150 тысяч потомков, бежавших в XIX веке из Болгарии, из-под власти Османской империи тюркоязычных христиан. Поводом для нынешнего обострения стала поездка в Москву лидера автономии Евгения Гуцул для встречи с Путиным. Вернувшись обратно, несмотря на грозившую ей угрозу ареста, Гуцул заявила, что пенсионеры и работники госсектора автономии с 1 мая смогут получить в качестве помощи по 100 евро от России, открыв счета в российском промсвязьбанке. На что правительство Молдовы тут же поспешило заявить, что этот подсанкционный банк в стране не работает. Масло в огонь подлило недавнее очередное заявление румынского премьера Марчелло Чолаку о возможности объединения двух стран, после чего Гуцул и заявила, что власть региона в этом случае объявит о независимости и будут обращаться за иностранной помощью, в том числе к России. Таким образом, произошла бы реинкарнация конфликта первой половины 90-х, когда Гагаузия уже один раз провозглашала независимость, просуществовав в таком качестве 5 лет, после чего вернулась в состав Молдовы в статусе автономии. Кишинев ответил на угрозу объявить независимость обещанием ввести в этом случае войска в Гагаузию. При этом сама идея объединения с Румынией не так, чтобы была сверхпопулярна в Молдове. Из 2,6 миллиона человек населения, по некоторым данным, уже до полутора миллиона имеют румынские паспорта, что стало результатом начатой Бухарестом в 2007 году в политике массовой раздачи паспортов гражданам Молдовы и вообще СНГ, чьи предки до Второй мировой войны жили на территории Румынии, а сейчас эти территории принадлежат Молдове или Украине. Многим это удобно, в том числе для работы в Европе, но больше интеграции вовсе им и не надо. В Молдове лишь треть граждан выступает за объединение с Румынией, а примерно половина против. Так что пока проект объединения в основном верхушечный, элитарный, который не набрал должной народной поддержки. В то же время, в случае дальнейшего обострения ситуации в Молдове, прежде всего в Приднестровье или Гагаузии, России будет трудно прийти на помощь своим сторонникам. Главным образом, в силу отсутствия наземного сообщения, да и воздушное в условиях военных действий на Украине и авиаблокады со стороны Европы практически невозможно. По численности своей армии в 6,5 тысяч человек Молдова уступает вооруженным силам самопрозглашенного Приднестровья в 15 тысяч. Российских миротворцев там осталось всего около 450 человек. Власти Молдовы могут, правда, прибегнуть к военной помощи Румынии, армия которой насчитывает до 80 тысяч человек. Также в последнее время НАТО вообще сильно озаботилась проблемой укрепления южного фланга. Недавно в Румынии начато строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, которая сможет принять до 10 тысяч военных и членов их семей. Отсюда не случайный оговорка главы гагаузской автономии Гуцул, которая, выразив надежду на помощь со стороны России, оговорила, что это самый крайний случай и что она надеется, что до этого не дойдет. Скорее всего, в случае серьезной эскалации гагаузская независимость просто не сможет удержаться. Если, конечно, к тому времени российской армии не удастся каким-то образом пробить сухопутный коридор до Молдовы через Одессу. Каковые планы в некоторых кругах обсуждают вполне серьезно.